Добро пожаловать на очередной выпуск исторических портретов. Меня зовут Джебина Дарья, и на данный момент я являюсь студенткой третьего курса направления «Всеобщая история». Еще в школе я заинтересовалась историей, и когда поступила в институт, то решила более углубленно изучать медиавализм, историю культуры, визуальную историю. Куда приведут мои дальнейшие научные изыскания, мы, конечно же, еще не знаем. И поэтому сегодня мне хотелось бы побольше узнать о том, какие повороты судьбы возможны в жизни человека, который решил себя связать с историей всерьез и надолго. Поэтому мы хотим познакомить вас с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры «Всеобщей и публичной истории» и, что на мой взгляд самое важное, прекрасным человеком и очаровательной женщиной Бикеевой Натальей Юрьевной. Здравствуйте! Здравствуйте! Тему нашего сегодняшнего разговора мне было достаточно сложно сформулировать, потому что хочется затронуть и вопрос ваших студенческих лет, и путь вашего становления как преподавателя, вообще узнать вас получше как человека. Поэтому предлагаю сегодня устроить такие девчачьи посиделки и поговорить о таких простых, но одновременно таких волнующих вещах. И начать, наверное, хочется с того, что вообще побуждает вас участвовать в подобного рода мероприятиях, как это интервью, как другие студенческие ивенты. Вы посещаете их достаточно часто. Что вас мотивирует? Меня мотивируют студенты. Может быть, сама бы я не пошла, но по просьбе студентам, студентам я обычно не отказываю в таких просьбах. Иду навстречу. Это очень здорово. Может быть, в студенческие годы вы участвовали в каких-то активностях, общественной деятельности? Мои студенческие годы пришлись на очень сложный период, когда распался Советский Союз, и наша активность в основном была такая внешняя, связанная со внешними событиями. Мы слушали какие-то политические программы, обсуждали это всё. Поэтому, ну, конечно же, я, как и все студенты, участвовала в Днях историка. Тогда это было очень массовое, очень красивое мероприятие. Тогда это был исторический факультет. У нас было семь групп на потоке. Очень много. У нас были очень дружные курсы, вне зависимости от разных направлений. На данный момент вы являетесь научным руководителем кружка Аграф, который входит у нас в студенческое научное общество. Почему вы вообще решили в это, что называется, ввязаться? Вы не поверите, но я опять отвечу так, как первый вопрос. Это была просьба студентов, чтобы ввести кружок. Потому что я вообще с самого начала студенческих лет ходила всегда на другой кружок. Я долгое время ходила на античный понедельник. И мысли создать как-то отдельный кружок у меня, в общем-то, долго не было. Пока меня не уговорили студенты. Но поскольку у меня нашлись коллеги, которые поддержали меня, у нас такой кружок корпоративный. То есть у нас и студенты многие ходят. У нас не один старост, а несколько. Так и преподаватели, руководители у нас тоже несколько. Вы сказали, что у вас была достаточно дружная группа и поток, в принципе, хорошо между собой общался. А вы с кем-то поддерживаете связь до сих пор? Да, я поддерживаю. Дело в том, что некоторое время назад у нас даже появились свои группы в Телеграме. Мы достаточно часто встречаемся. Когда мы отмечали круглую дату выпуска, не буду говорить, какую, мы встречались в стенах университета, мы фотографировались на сковородке, мы ходили по аудиториям. У нас даже был специально приглашенный фотограф, который снимал у нас такую фотосессию, небольшой фильм. Но потом, конечно, мы куда-нибудь идем и где-нибудь сидим. А есть какая-то история, которую вы принесли сквозь года еще со своего студенчества, и она вам как-то до сих пор греет душу? Или, может быть, допустим, когда вас дети или какие-то знакомые расспрашивают, что у вас ассоциируется со студенчеством? Вы всегда вспоминаете какой-то конкретный, может быть, момент, какое-то событие. Потому что, например, лично для меня студенчество, оно, конечно, у меня еще не закончилось, но, тем не менее, оно навсегда останется связано с археологической практикой. Она у нас проходила в Белярске, хотя большинство проходит ее в Болгарии. Это были две незабываемые недели с готовкой на костре на 70 человек, ранними подъемами. Ты в земле, сидишь на земле, ешь буквально с земли, потому что у нас было очень жарко, и мы рано выходили на раскоп. Ребята дежурные нам прямо туда привозили завтраки и обеды. И нас это очень сильно сплотило. И, наверное, насколько дружными, как тогда, мы не были больше ни до, ни после. Я вряд ли бы это повторила еще раз, но об этом мы вспоминаем регулярно с ребятами и уже с такой ноткой теплоты. Есть ли у вас что-то такое? Я бы отметила, потому что я вот сейчас слушала вас, думала, я не могу выделить вот одно из двух. Я бы два выделила таких событий. Даже не знаю, что более важное. На первом курсе у нас тоже была очень запоминающаяся практика, но не археологическая. Мы были единственные курсы, которые не попали на археологическую практику. Потому что у нас была юбилейная этнографическая практика, и мы ездили по всему Татарстану. Мы ездили по всем деревням, там зарисовывали наличники, опрашивали местное население. Мы были в татарских, в русских деревнях, в разных районах. Это было потрясающе три недели, где мы тоже и сплотились. Было очень много смешных историй, связанных с какими-то байками, встречами. Как не всегда нас принимали местное население, не всегда хотели отвечать на наши, для них может быть, странные вопросы. Опросник был очень большой, 200 вопросов было в нем. И, конечно, не всегда мы слышали ответ, но вообще было очень здорово. И вот мы как раз не испытывали проблем с едой, потому что в каждом доме нас угощали. Скорее всего, у нас была проблема, как избежать очередного приема пищи, особенно в татарских деревнях. Это было просто очень калорийные приемы пищи и угощения, что мы даже как-то старались ограничить число посещений, потому что отказаться было невозможно. Очень много песен, связанных с этой практикой, очень много впечатлений. Потому что я никогда больше так не ездила по Татарстану, причем именно деревни, небольшие города. А второе, тогда была традиция уезжать на День историков. В конце мая, начале июня мы отправлялись на кораблике, или катер это был, в сторону Верхнего Услона. И там с вечера до следующего утра, естественно, костер, дискотека, приготовление еды. Это было очень здорово. Но там был весь, конечно, факультет, а не только группа. То есть это было здорово. А вы сами из Татарстана или нет? Да, я из Татарстана. Я из Зеленодольска. Там до сих пор живут мои родители. Но я жила в общежитии. И как вам студенческая жизнь в общежитии? Домой хотелось? К маме? Очень смешная была история. Я была очень домашним ребенком и совершенно не умела готовить. Мне очень повезло с комнатой, потому что у меня две соседки числились формально. И, по сути дела, я с первого курса в четырехместке жила вдвоем с девочкой, которая была старше меня на курс. И у нас такой сложился тандем. Она сразу поняла, что я не могу готовить, потому что первый месяц я привозила баночки с едой из дома. Это было спешно. Она сказала, сколько может это безобразие. В общем, к концу первого курса я могла уже испечь торт «Наполеон» из 12 коржей в духовке и так далее. То есть она всему этому научила. А я научила ее читать книги и хорошо выступать. То есть так было. Я всегда как бы читала, но по хозяйству было не очень. Мы взаимно вот так вот обогатили друг друга. Я очень благодарна. Ее звали Аида. Она была очень интересная личность. Она умела все. Она занималась прыжками с парашютами. У нее было такое увлечение. Как экстремалка. Да, но она меня уговаривала, но все-таки я не решилась. Ну, первый курс у вас прошел достаточно насыщенно, насколько я понимаю. А с высоты своего опыта сейчас какой бы совет вы дали первокурснице Наталье Бикеевой? Вы знаете, очень сложно сказать, потому что, в принципе, наверное, я не смогла бы ничего поменять, потому что основное отличие от меня той, от той, которая сейчас, только в годах и в жизненном опыте. А этого и не могло быть у девочки на первом курсе. То есть, в принципе, я не могу сказать, что мне нравилось все и в моей жизни, и то, как... Но, наверное, я бы все оставила как есть. Это самое главное, что, может быть, стоило услышать. Многие ребята из ближайших населенных пунктов, они приезжают учиться в Казань и сейчас, по сей день. А почему вы выбрали именно Казанский университет? Мы часто с классом, просто, когда я училась в Зеленодольске, это, в принципе, недалеко от Казани, мы часто приезжали в Казань на различные там мероприятия, и мне всегда нравился университет. Вот эта вот атмосфера, я просто вот замирала, мне он нравился. Хотя поступать я хотела в... ой, забыла, в МГИМО. Но тоже на историка? Или нет? Нет, вы знаете, это очень смешно, мне очень нравилось всегда вести политинформацию. Я в классе, у нас тогда был идеологический сектор, я отвечала за политинформацию, я мучила своих одноклассников, им все это надоедало, но я все время, ну, каждую неделю, в там, определенный день проводила политинформацию. Это мне нравилось. Вот я хотела поступать в ГИМО, но все-таки я понимала, что языковая подготовка у меня была недостаточной для того, чтобы поступить. Но, а история меня тоже привлекала всегда. Причем средневековье, хотя изначально я не этой проблематикой занималась в студенчестве, но, тем не менее, это был тоже мой выбор сознательный, такой желанный. Вот, и я единственное еще скажу, что очень многие из моих родственников были удивлены, что я пошла на историю, потому что у меня очень хорошо шла математика. Я даже была победителем городской олимпиады по математике в Зеленодольске. Второе место у меня было по физике. Ничего себе. Вот, в Зеленодольске. Но на республиканские, когда я попадала, я, конечно, не занимала никаких мест, потому что все-таки здесь сильная математика, там 131-й школы и так далее. У меня не такая подготовка была. Ну, то есть все-таки вы склонитесь больше к гуманитарному ремеслу, назовем это так? Мне нравилось все. Это хорошо. Но почему, например, не педагогический, тоже с уклоном на историю, или, может быть, не юридический, где тоже изучается история, а именно исторический факультет? Вот вы знаете, вы сразу попали на те две специальности, которые мне не интересовали никогда. Вообще, да? Да, на юрфак мне не хотелось никогда. Хотя мой муж юрист. Потом педагогика, пожалуй, мне не хотелось в школу. Если честно, боюсь, что у меня не было даже размышлений, кем я хочу быть. Меня настолько увлекала вообще студенческая жизнь, причем как развлечения, ну и обычные студенческие, со всякими дискотеками, прочее, прочее, так и научная деятельность. Мы очень любили сидеть в библиотеке. Мне даже немножко жалко, что сейчас у студентов из-за ноутбуков, интернета нет этой возможности, потому что библиотека — это было такое вот место и сакральное, и место встреч, и место, ну, каких-то интересных тоже моментов, которых, может быть, сейчас вот нынче студенты не переживают. Ну и кроме того, он тогда тут действовал киноклуб, его вела знаменитый режиссер-документалист Марина Разбежкина сейчас. Я не знаю, она, по-моему, долгое время в Москве работала, она снимала документальные фильмы, даже выигрывала различные конкурсы. И вот я ходила на этот киноклуб, и там я впервые, в общем-то, познакомилась действительно с кино и с искусством. Впервые я узнала о фильмах Вуди Аллена, это было ещё, ну, начало 90-х годов, это не то, как вот сейчас всё доступно, всё открыто. Потом мы смотрели Дэвида Линча, «Твин Пикс», это было настолько потрясение в начале 90-х, потому что это было что-то невероятное. Ну, то есть жизнь была такой разнообразной, что, честно говоря, я, как такая домашняя девочка, даже не задумывалась, честно говоря. Жила сегодняшним днём. Да, жила сегодняшним днём, но мне повезло очень с научным руководителем. Мой научный руководитель был, ныне, к сожалению, ушедший от нас, вот неожиданно умерший в расцвете сил сердечного пристава Евгения Александровича Глинцева. И у меня, у него был очень взрывной характер, и мы как бы ссорились, обижались друг на друга. Ну, это не только я, в общем-то, я не единственная. Евгений Александрович был очень эмоционально взрывным человеком, и мне было с ним интересно. Хотя я занималась такой проблематикой, которую бы, ну, никогда бы сама вот не выбрала. Я занималась историографией. Причём это было настолько необычно, он мне дал как проблему американскую историографию античного рабства. Неожиданно. Да, причём этих книг не было, интернета же не было. Я ездила в Москву, я ездила там в библиотеку филиалов Химки, искала там вот эти вот книги, которые в единственном экземпляре были там, или в библиотеку Унион, тоже в Москве, это Институт научной информации по общественной науке. Поэтому вот очень здорово, что вот он, и он составил меня заниматься английским языком, да, вот, ну, скажем, такого флойнт, то есть свободного английского у меня не было, но читала я свободно к концу обучения книги на английском, научную литературу имеется в виду. Вот, и он взял меня в аспирантуру. Это были годы, когда, 90-е середины, когда в аспирантуру особо люди не шли. Ну, потому что дикий капитализм, кого интересует аспирантура, наука, но всё-таки было там здорово, я проучилась, вовремя защитилась как раз, и я рада, что благодаря этому, может быть, меня миновали некоторые, вот, ну, как сказать, проблемы, страхи, которые были в то время в Казани, какие-то вот разборки бандитские, что это, я как бы не коснулась этого в моей жизни практически. Да, отсиделась в библиотеке, в киноклубах, где-то ещё, и, в общем, такая, когда вот говорят о том, что какой страшный разгул бандитизма был в Казани в 90-е, вот меня это миновало, к счастью, для меня. А в какой момент вы поняли, что именно Чеглинцев будет вашим научным руководителем, то есть вы как-то совпали с научными интересами, потому что потом же у вас вообще в совершенно другое русло отправились. Или, может быть, как-то вот он взял харизмой на какой-то из потоковых лекций, или, может быть, семинаров? Тут несколько моментов. Харизма была, он очень эмоционально, очень ярко проводил занятия, и лекции, и семинары, это было так интересно и необычно, потому что, хотя школа у меня была очень хорошая, было много хороших учителей, но это, конечно, немножко не то. Здесь преподаватели совершенно на другом языке, на другом уровне, которые просто вот будили интеллектуальные, как сказать, мечта и стремления и прочее. И ещё был интересный момент, вот такой немножко комичный. Дело в том, что вот в советское время было трудно достать, это ещё, я рассказываю о своём детстве, было трудно достать подписные издания. У меня папа очень любил там занимать очередь там с ночи, чтобы ему выдали талончик, чтобы он получил вот какое-то подписное издание там. Или там Стивенсона, или Толстого, или там Жульверна, или Вальтера Скотта. У нас дома очень много было вот таких подписных приключенческих изданий. Кстати, это, может, одна из причин, почему я заинтересовалась историей, да, потому что это всё равно же во многом исторические, приключенческие романы. И вот однажды ему в нагрузку, не помню, к какому-то очень такому популярному и интересному изданию, дали книгу Шоффмана «Распад империи» Александра Македонского. Ну, как бы, нагрузку же тогда давали какие-то книги, и вот она попала, значит, мне. И вдруг я узнаю, что, оказывается, у нас есть кружок «Античный понедельник», который ведёт Шоффман. Он тогда уже был очень пожилой, он через несколько лет умер, но я его видела, я его застала, вот. И я пришла на этот кружок, я пережила всё то, что переживают сейчас студенты, приходя на «Античный понедельник», потому что я больше всего боялась задавать вопросы. Но всё-таки где-то к курсу, ну, к концу второго мы уже этого не боялись, научились. У меня была очень смешная одногруппница, я не буду называть её имей фамилией, потому что она известный в Казани человек работает, вот. А она, у неё была такая система, она записывала все вопросы, а потом пыталась из них создать модель вопросов, чтобы у неё каждый раз был готовый вопрос. Это было так смешно немножко, но, с другой стороны, это тоже такой интересный метод. У неё получилось модель эту создать? Не в попад она всё-таки попадала с этими вопросами. И, может быть, это была причина, что всё-таки после третьего курса она ушла на другой кружок. Она стала заниматься отечественной историей и добилась там большего. Вот. Видимо, всё-таки это не совсем было её. А в Кшоффману не приносили эту книжку подписную? Нет, он немножко для меня был как такой небожитель. Но у меня есть другая книжка с его подписью, он нам всем подарил. Тогда он издал книжку, такую научно-популярную, для детей. Я, кстати, своим детям некоторые отрывки оттуда читала. Это «Людин и обычаи», по-моему, Древней Греции. Вот такое популярное издание каких-то мифов, историй интересных из Древней Греции. Так что у меня есть книга с его подписью. А Чеглинцева? А Чеглинцева у меня много книг. Ну, в смысле как? У меня есть две книги с его подписью. У меня есть несколько книг, которые он мне привозил, подарил. Ну, не много, но несколько книг у меня есть, да. К сожалению, мне уже негде хранить книги, и я начинаю их переносить на кафедру. Уже часть из них. Ну, конечно, не те, которые с подписью. Уже потому что дома пройти иногда невозможно бывает. А все-таки нужно дома и убираться, и отдыхать, и наслаждаться просто тоже жизнью. Я вам сейчас предлагаю сыграть такую небольшую игру. Я называю «Историка». Вы первую ассоциацию, которая вам приходит. Можете более развернутую, можете краткую. Начнем глубоко с античности. Цицерон. Суровый дядька. Ну, у меня еще одна ассоциация, Алик Олегович Кудратов, который его изучает, да. Так, хорошо. А Гуревич? Можно я промолчу? Потому что, конечно, известный историк, это классика, патриарх. Я его видела лично за два года до того, как он умер. Потому что мне тоже повезло. В начале 2000-х годов в Москве проводилась школа молодого медиевиста, то есть специалиста по истории средних веков. Туда пришли все известные наши историки, автор многих глав учебников, среди них был Гуревич. Мне просто он не понравился. Это вот такой личный. Книги его я читала, некоторые моменты мне нравятся очень, но вот как бы при встрече почему-то... Ну, ладно, такое тоже бывает. Вот он харизмой вас не покорил. Да, поэтому я тут даже не знаю, какой ассоциации. Может быть, разочарование, вот как ни странно. Хотя книги его я читаю и рекомендую студентам до сих пор. Это правда. Так, Умберто Эко. О, счастливец. Потому что это один из самых удачливых историков, который сумел не только писать очень научные книжки, но писать их так, что их читают не только учёные. Ещё по его книге сняли фильм. Очень жаль, что он запретил снимать другие фильмы. Ну, в общем, счастливец, потому что занимался тем, что ему нравится, имел большие доходы, большой дом, мог отдыхать где хочет, в любых местах. То есть это счастливый историк. Вот она мечта. Так, Чеглинцев? Это моё всё. Это человек, которому я обязана всем. Тем, как... Ну, в большей части ему я сформировалась как историк. Он меня взял в аспирантуру. Благодаря ему я стала преподавателем. Может быть, иначе бы моя жизнь сложилась бы по-другому. Потому что, в общем-то, я человек была немножко неамбициозной и не понимала, что иногда нужно, может быть, больше инициативу какую-то проявлять. Так что мне вот просто повезло. Это вот, я считаю. Может быть, я бы не стала иначе преподавателем. У меня встретился человек, который вот увидел во мне этот потенциал, и которому я очень благодарна за это. Я была его первой аспиранткой, которая защитила. А Алик Олегович Кудратов, о котором я сегодня говорила, это его последний аспирант. И сейчас мы вместе с Аликом Олеговичем ведём дисциплину, которую именно Евгений Александрович одна из последних разработанных им. Это фронтиры во всемирной истории. Если мы зайдём на сайт уже теперь КФУ, Казанского федерального университета, то в карточке преподавателя в качестве круга ваших интересов входит следующее. Я зачитаю. История раннего западноевропейского средневековья, церковь и монашества в средние века, латинская агеография и святость, средневековая культура и искусство, медиевализм и публичная история. Катичностью там даже не веет. Как вы пришли от одной точки к другой? Но ведь раннее средневековье, это по-другому называется поздняя античность. Я, кстати, перешла к раннему средневековью. Это такой период, который как бы переходный. То есть он не классический ни для античников, ни для медиевистов. То есть как бы я ушла, но недалеко осталось в таком перепутье. А после я читала очень много работ американских историков 20 века, а они доводили как раз античность до 6-го и даже начала 7-го века. Вот поэтому это связано. То есть начали вы с раннего средневековья. А как вы пришли к монашеству, церкви, к латинской агеографии? Вы знаете, я вот честно скажу, это удивительно. Вот такой интерес, вот я даже думаю, может, это какая-то мистика. У меня старший сын родился 13 августа. А я в это же время, когда вот как раз он родился, начала заниматься, мне попалось житие одной раннесредневековой святой, Рады Гунды. Оно тогда было неизвестно у нас. Я перевела даже не одно, а два разных жития, посвященные ей. Женщина необычная. И оказалось, что день её святок 13 августа. Может, я думаю, какая-то мистика. После того, как родил сын, вот такого числа, и вдруг я начала заниматься героиней, у которой тоже святки в этот день. Это удивительно. Ну хорошо. А вот латинская агеография, она как будто бы вообще выбивается из этого списка? Почему? Агеография — это жития святых. А латинская? Ну, латинская, на латинском языке. Я начала преподавать именно историю древнего мира, и мне пришлось преподавать латинский язык. Причём сразу мне попалась продолжающая группа, то есть это было очень сложно, пришлось... Нагонять их буквально. Да, 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 и сразу начинать не сначала. У меня почему-то всегда попадались более сложные вещи, чем, может быть, мне были по зубам. Ну, как бы вот я не боялась трудностей. Ну, и в итоге даже вот перевела два жития. Хотя я знаю теперь, что там есть ошибки, и я буду переиздавать эти переводы, надеюсь, я исправлю их недочёты. Вы сами нашли эти ошибки? Да. Так, а теперь, то есть мы уже список зачитали. Переобъясните, пожалуйста, мне, зрителям, как всё вот это, география, святость, раннее средневековье, связано с, я процитирую, нейромаркетингом и психоанализом рекламы для специалистов, вспомогающих профессий. Такую вот программу вы освоили в Восточном Европейском институте в Санкт-Петербурге. Как это соотносится? Вы знаете, это у меня, ну, как у многих людей, бывают иногда кризисы. Когда люди переживают сильный кризис, ну, даже там момент депрессии, может, был какой-то, ну, вот поиска, может быть, какого-то нового смысла в жизни. Это было, ну, где-то лет, наверное, 10 назад. Некоторые люди пускаются во все тяжкие. Я начала заниматься, ну, как сказать, психологией, просто читать книги про психологию. И меня заинтересовал психоанализ. Ну, вообще тут такое вот интересное что-то читать, выискивать. И я к тому времени ещё получила повышение квалификации, как бы. У меня есть профессиональная переподготовка, я психолог. Я, если начинаю чем-то увлекаться, я не могу остановиться. Но вот благодаря тому, что мне попалась вот эта программа, которая мне абсолютно не понравилась, но я её закончила, потому что я всё-таки заплатила, и я как бы остановилась на этом. Потому что это было не то. Я хотела какие-то психоаналитические вещи, разбираться, что-то теоретическое. А, в принципе, курс был вот этот посвящён тому, как продвинуть свою деятельность как психолога, как создать рекламу. А поскольку я не собиралась это делать, то есть это было немножко не моё. А есть ли какие-то знания, которые вы, ну, получили, вот, исходя из сферы своих интересов, но, допустим, вы, ну, или это какие-то темы, да, к примеру, которые вы избегаете, они вас, ну, не очень трогают, может быть, не очень впечатляют. Допустим, когда вы какую-то дисциплину преподаете студентам, вы очень косвенно проходите эти моменты, потому что есть что-то такое более значимое. Или, наоборот, вас что-то настолько волнует или устрашает всё-таки монашество. Разные были истории, связанные с этим. Вот, может быть, вы не касаетесь их. Наверное, вот таких вот тем нет. Я, наоборот, вот стараюсь... У меня, конечно, есть любимые темы, о которых я могу говорить много и долго, но я стараюсь сбалансированно лекционный материал как бы давать. И давать те темы, которые я, ну, как сказать, меньше знаю, менее мне интересны, и в итоге получается, что они становятся тоже одним из любимых. Я, например, вот несколько лет назад, когда я начала вести лекции по средним фигам, до этого их вёл Герман Тимонович Мягков, у меня было как бы, ну, такое белое пятно, я совершенно ничего не знала о Священной Римской империи или, допустим, истории Восточной Европы. А теперь это одни из моих любимых тем, я с удовольствием их читаю. Но тут есть ещё один такой момент интересный. Так получилось, что Евгений Саныч Чеглинцев как-то сказал, что нужно вести курс по гендерной истории. Почему он мне это предложил? В том, что я свои вот эти вот жития Святой Рудегонды опубликовала в «Альманахе гендерной истории», «Адам и Евы», «Москва», значит, абсолютно научный журнал, там печатаются нормальные историки, не оголтелые хименистки, не сумасшедшие там политиканы и так далее. То есть это вот нормальный журнал, который обратил внимание на гендерные аспекты. В этом ничего нет страшного какого-то того, что нас куда-то не туда уводит. Это ещё один момент изучения социальной истории. И вот я поняла в этом году, что мне очень трудно вести этот курс. Потому что я столкнулась с тем, что всегда студенты интересовались этим проблемами, как-то пытались понять, в чём же смысл, что там хорошего, что плохого, в чём это надумано, в чём, что тут наносное, так скажем, идеологическое такое, политическое, а что действительно то, что может использовать историк. Но в этом году я прям почувствовала неприятие части студентов. Мне было сложно, но мы всё-таки это преодолели. И я пошла таким путём, что я раздала студентам, ну, на практические занятия по одному альманаху. Их вышло уже больше 30, поэтому всем досталось. И каждый должен был проанализировать один сборник. И если первые выступления были достаточно примитивные, просто пересказ, то к концу уже такая аналитика была потрясающая. Я вот в начале июня поеду на конференцию как раз в сектор интеллектуальной истории, где вот именно гендерные аспекты будут. Слухи и сплетни как часть общей истории, вот гендерные аспекты этого я буду выступать. И я обязательно там расскажу, чтобы они не переживали. Альманах, Адам и Ева мы изучаем, мы анализируем. И это вполне достойно для современного изучения, в условиях современных, когда мы понимаем, что есть те моменты, от которых нам следует отказаться. Но я считаю, что здесь отказываться не надо, но вести это сейчас сложно. А за рубежом это более популярное направление? А там немножко по-другому. Там больше или как женскую историю, или как история феминизма. У нас, вот я считаю, что именно в нашей стране по особому подходу к гендерной истории это не политическая повестка, это не желание каких-то вот, ну, переписать и лозунги всюду вернуть, а это ещё одна возможность получения, ну, какой-то информации о той стране истории, которую мы не знали раньше. Вы проходили практику за рубежом, да, в своё время? Расскажете, как это было? Ну, конечно, я расскажу, вот, это очень интересно, и я бы сказала, что, может быть, мной бы сейчас заинтересовались кто-то, но я спокойно об этом могу рассказать, потому что у меня абсолютно нечего скрывать. Это было, ну, в 2000-х годах, в первое десятилетие, когда у нас был, как сказать, взаимная программа, взаимообмен, да, с университетом Радгерс. Это частный университет под Нью-Йорком. Ну, мы сейчас понимаем, истоки этого, конечно, что главное, что вот этот университет Радгерс пытался развить, значит, в стенах Казанского университета три направления. Обратить внимание, гендерная история, демократия, национализм. Ну, мы всё сейчас понимаем, что идёт, откуда уши растут. Я, в принципе, совершенно случайно попала, поскольку мои публикации две были в «Альманахе гендерной истории», мне сказали, нужно ехать. Ну, в принципе, ну, кто бы отказался от стажировки на месяц, ну, это было здорово. Со мной поехала Алла Аркадьевна, она тоже с Альникова, это наш профессор, которая тоже стала считаться крупным специалистом по гендеру, потому что у неё была статья о том, о том, как по-разному девочки и мальчики отнеслись к Первой мировой войне. Ну, вот она изучала особенности подходов. Ну, мы оказались крупными специалистами по гендеру, оказались, значит, в Нью-Йорке, но я думаю, что мы не заинтересовали, как агенты, проводники этой системы, потому что мы подошли к этому серьёзно, научно, мы выступали там с историческими докладами и совершенно не посещали какой-то фем-клуб, который, значит, нам рекомендовали посещать. Я посетила его один раз, Алла Аркадьевна, видимо, она всё понимала лучше меня, она сказала, Наташа, у меня болит голова, и не пошла, вот, а я туда пришла, это такой опыт на всю жизнь. Там были достаточно крупные дамы, наверное, с определённой ориентацией даже. Значит, тема звучала так, я её запомнила до сих пор, потому что меня столько поразило. Положение женщин в Марабу, Мадрасе и Коломбо. Почему меня поразило название? Потому что я думала, Марабу – это птица. Оказывается, это штат в Индии. Вот, я пришла туда, выслушала доклад, ничего не поняв, потому что мне очень сложно было на слух воспринимать, не очень с чётким произношением что-то говорила, а потом они начали кричать какие-то лозунги. Вот, и я вдруг поняла в какой-то момент, что меня начинает захватывать эффект толпы. Вот всё-таки хорошо быть историком, потому что историк обладает критическим мышлением, он может рефлексировать, видеть себя с стороны. Я поняла, что надо уходить. Я ушла и больше не ходила на эти все посиделки, но я, конечно, понимаю, что это была тоже такая, ну, скажем так, идеологическая обработка своего рода, но вот она немножко не впрок пошла, поэтому больше нас с Алла Аркадины туда не знали. Вы провалили возложенную надежду на вас, да? Наверное. Ну, мы провели прекрасное время, вот, потому что мы ездили в Нью-Йорк, мы гуляли там и по Централ-парку. Я ездила в университет Принстон, он был недалеко от Радгерса. Я видела, ну, основоположника концепции поздней античности Питера Брауна, он там выступал с лекцией. То есть я занималась своими научными делами, а не идеологическими какими-то пропагандистами. Вы со своими целями приехали, вы, в принципе, все достигли, которые хотели. Давайте тогда немножко вернемся к преподаванию, вернемся с Нью-Йорка. Вы помните свое самое первое занятие? Нет. Ну, это наверняка был семинар, да, какой-то? Нет, мне достались заочники, я у них читала и лекции, и семинар. Я не помню, что первая была, наверное, лекция. Мне пришлось ввести лекции по Древней Греции, по Древнему Риму, я этому очень благодарна. Ну, вот, я очень старалась, волновалась, готовилась, много писала, но больше ничего я не помню. А, допустим, бывают ситуации, когда ребята уже на третьем-четвертом курсе понимают, что они постучались не в ту дверь. Вот вы как считаете, стоит доучиваться в таком случае, уже заканчивать, ну, бакалавр сейчас в нашем случае, и потом, может быть, уходить в магистратуру, на другую специальность? Или нужно уходить и перепоступать? Я думаю, если это происходит на четвёртом курсе, наверное, всё-таки следует доучиться. Ну, вот, тем более, если, может быть, человек учился платно, чтобы был какой-то результат. В конце концов, мы не всегда понимаем, что нам нужно, что не нужно, что когда может пригодиться или нет. Иногда самые неожиданные знания вдруг пригождаются нам, когда не нужно. Но вообще это очень индивидуально. Если человек действительно понял, что это не его, наверное, лучше уходить. То есть это действительно очень индивидуально. Это зависит от того, насколько человек, ну, как сказать, подходит к этому взвешенно и ответственно, если он понимает. Он действительно решил, а это не эмоциональное решение, не от того, что ему было что-то лень, не хочется и так далее. Ну, опять же, могут быть и тот, и другой вариант. Так, ну, и давайте мы с вами еще одну такую игру проведем, даже две. Это, опять-таки, быстрые ассоциации. Я вам какое-то простое слово, определение. Вы можете кратко, можете, опять-таки, развернуто, то, что у вас первое приходит на ум. Ну, начнем, опять-таки, с простого. Студенчество. Ой, беззаботность и безответственность. Казань. Город студентов. Курсовая работа. Поскорее бы написать. Путешествия. В любую точку страны и мира. Самый лучший вид отдыха. Путешествия. Отлично. Музыка. Музыка очень разная. От классики до популярной музыки, но не современной. И книги. Очень разные. От художественной литературы, от классики до научных трудов, и по психоанализу, и по истории, и по литературоведению. У меня сейчас новое увлечение литературоведения. Отлично. Тогда давайте так. Исторический роман без иллюстрации или графический роман? Что бы вы выбрали? Исторический роман. Без иллюстрации. Да? Хорошо. История средневековой Англии или Франции? Вот не могу разорваться, как в том анекдоте. В одну сторону умный, в другую красивый. Лиса осталась посередине. Хорошо. Мы обе любим страны. Учиться самому или учить кого-то? А это одно без другого невозможно. Работать самостоятельно или в команде? У меня получается и так, и так. Больше я люблю самостоятельно, но могу и в команде. Сова или жаворонок? Сова. Но летом жаворонок. Так, Гарри Поттер или Властелин колец? Опять не могу. Это абсолютно разное. Мне нравится и то, и то. Хорошо. Ну и последнее. Если бы вы оказались во вселенной Гарри Поттера, кем бы вы были? Какого бы вы выбрали персонажа? Наверное, все-таки Гермиону. Хотя, на мой взгляд, немножко занудно. Ей не хватает чуть-чуть жизни. Ну и на такой оптимистической ноте я предлагаю завершать такой вот небольшой презент. Очаровательный букет для не менее очаровательной женщины. Пожалуйста. Спасибо. Это очень неожиданно и очень приятно. Мне очень приятно. Спасибо. Мне очень нравятся эти цветы. А я напоминаю, что сегодня с нами была Бикеева Наталья Юрьевна. До новых встреч и до новых свершений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...